Всем привет! Это короткое видео с письменным отчетом. Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто решил написать мне письмо. Я почти каждый день узнавала, не пришли ли мои письма, просила постоянно проверять почтовый ящик и, конечно, очень сильно их ждала. Я хотела записать это видео именно в конце января, чтобы пришли уже все письма и я успела на них ответить. Писем было очень много, они все великолепны, они все были очень приятными, душевными, трогательными. Это очень приятно читать ваши письма, это невероятно приятно. Спасибо вам большое за неимоверное количество поддержки и приятных слов, а также восхитительных рисунков, вкусного кофе, чая, вкусняшек, звездочек, стикеров и чего только вы мне не присылали. Огромное спасибо! На данный момент я уже ответила всем тем, чьи письма я получила. Если вдруг вы уже получили ответное письмо, то напишите об этом в комментариях. Я очень буду рада знать, что мои письма доходят. Я хочу сказать вам миллион спасибонек. Ваши письма сделали начало этого года для меня просто чудеснейшим. Мне было невероятно приятно получать ваши письма и читать их в канун Рождества, либо на последующих новогодних праздниках. Благодаря именно вашим письмам у меня было потрясающее настроение, действительно волшебное, зимнее, такое, каким оно должно быть сразу после наступления нового года. Сейчас будет очень важная информация для тех, кто отправлял мне письма. Я получила несколько писем, в которых не было имен, и либо как-то некорректно был написан адрес, либо я просто не смогла разобрать почерк. Я их озвучиваю, и если вдруг вы являетесь этим человеком, то, пожалуйста, напишите мне сообщение в директ в Инстаграме, я оставлю ссылку, либо сообщение ВКонтакте или на почту, куда угодно, чтобы я просто смогла задать вам вопрос по поводу вашего письма и уточнить какие-то детали. Для того, чтобы отправить вам ответное письмо, мне нужно знать ваше имя, фамилию и полный адрес. Одного имени недостаточно. Настя из Варшавы, спасибо огромное за письмо, но я не смогла, к сожалению, разобрать твой адрес. Я боюсь ошибиться, и я боюсь, что мое ответное письмо не дойдет до тебя. Пожалуйста, напиши мне в печатном виде свой адрес. Анна Иванова, спасибо тебе большое за открыточку, жду твой полный адрес. Пожалуйста, милая девушка из Долгопрудного, которая сделала восхитительный блокнот, напиши мне свое имя и фамилию, потому что я не могу тебе отправить свое письмо, не зная твоего имени и фамилии. Настя, которая нарисовала эту чудесную иллюстрацию поздравления, пожалуйста, напиши мне более корректно свой адрес. Я не понимаю номер дома, и боюсь, что если я ошибусь, то мое ответное письмо просто попадет в другой дом, в другой почтовый ящик и, возможно, даже другой Насте. Пожалуйста, напиши мне еще раз свой адрес в печатном виде. Катя из Калининграда, которая сделала восхитительный конвет. Пожалуйста, напиши мне свою фамилию, потому что я не могу отправить тебе письмо. Еще прошу написать мне Лиззи из Новосибирска, которая прислала мне просто восхитительное заказное письмо. Я не уверена, что я правильно поняла твой адрес. Пожалуйста, свяжись со мной каким-либо образом. Если я не показала ваше имя в видео, но вы отправляли мне письмо, скорее всего, ваше письмо еще в пути. Вы можете также написать мне вконтакте, в директе в инстаграме, либо на почту. Вместе найдем ваше задержавшееся письмо. В своих ответных письмах и поздравительных открытках для вас я не отвечала на вопросы, которые вы мне писали. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, которые вас, ну просто безумно интересуют, то повторите их тут, либо напишите мне также в инстаграм, вконтакте, ну или на почту. Я очень рада тому, что мне пришла идея обменяться с вами письмами. И мне очень приятно, что вы ее поддержали. Я получила огромное количество чудесных писем. Спасибо вам большое за это еще раз. Я отправляюсь снимать новый монстр-влог. Всем волшебной зимы. Пока-пока!